Наши богатыри Продолжение следует... 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 Лицом к лесу разговаривает. Моисей, когда закрывал лицо свое, они напрямую прямо говорят. Это нужно дойти до такого, постепенно, до такого, скажем, богохульства даже. Дойти. Я напомнил о том, что как уходит, что вот там священник лучше, пойду туда. Ко мне обратились глухонемые с просьбой, что в Покровском соборе есть батюшка, который всю службу ведет по глухонемому. Занятия ведет на их языке. Можно мы будем туда ходить? Ну, можно. У нас, я никогда не запрещал, даже когда было, у нас первые года, когда мы были зарубежные, я никогда не запрещал вам ходить в храмы Московской Патриархии, потому что мы признаем эту благодать. У нас были такие ременители, которые нападали даже на меня, что нельзя ходить, а там отец каким-то неправильно делает, что в Московскую Патриархию прихожане ходят, значит, и прочее. Поэтому и сейчас нет недели богослужения. Кто имеет силу, ходите день, утро и вечер. Ежедневно можете ходить в храм, который поблизости от вас. Молитесь. Там. Вот. Но воскресенье, суббота и воскресенье, когда вы должны быть здесь на молитве и не покидать. Другой случай, другой говорит, я буду ходить. Не был, давно не был. Где был? А я был там. Отца Георгия ходил там. Месяц больше не было. А что? Ну, я там буду ходить, а сюда вроде бы только наиск, пойти, причащаться, приходить. Не годится так, брат. Я говорю, так не годится. Ты туда ходишь, выбирай. Мы никого не держим. У нас свобода. Можешь уйти, туда иди. Вот. Так не годится. Значит, ты два воскресенья не был. По канонам я должен тебя отлучить уже от причастия на два года. Если ты два воскресенья безуважительного. А это неуважительная причина. Что я пошел туда, там лучше, вроде слышно лучше. Или там общение лучше. Вот у нас была такая раба Божия. Я пойду, говорю, здесь любви нету. У нас в нашей общей нет любви. Пойду. Там вот любовь есть. Старобрядцы. Ну, иди. Я говорю, иди. Сходила она, мне сейчас через три приходит. Батюшка, простите меня, Христа ради. Нет. Я буду здесь только. И там нет такой любви. То есть, ищет любовь к себе. Но этого я не скажу, что вы ищите любви к себе. А что написано? Любите. Любите. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними. А то пусть меня любят все, а я никого. Здесь, значит, все. Всех я этих не люблю. Они плохие здесь все. А я пойду туда, чтобы меня там любили. Есть такое сказание, говорит, жил в монастыре монах. Один монах ему сильно досаждал. И он к игумену благословил, что я пойду в другой. Ну, невозможно жить с ним. Он меня ни днем, ни ночью не дает покоя, этот монах. Ну, иди. Пошел он в другой монастырь. А там против него трое восстали. Три монаха стали ему досаждать. Вон третий монастырь. А там весь монастырь на него ополчился. Тогда он обратно возвратился в свой монастырь. Здесь все-таки один только, а там целый монастырь. Прости, отче. Здесь любви все-таки больше. Нужно искать не к себе любви, а любви к Богу и к ближнему. Тогда эта любовь, она снизойдет и на тебя. А если я буду только искать к себе, то ничего не будет. Поэтому не нужно торопиться куда-то и за кем-то идти. За хорошим батюшкой. Тот батюшка есть сегодня, который в богослужение идет для глухонемых. Но я знаю, и в этом я уверен, что он долго здесь не будет. Его скоро куда-нибудь переведут. Или он уедет там, архиерея поедет, и он с архиереем уедет далеко-далеко. И вы останетесь ничем. А другого такого нету там. И вы никому останетесь там не нужны. Никто вам не будет показывать богослужение в буковке. Будете стоять сзади где-то, и никто на вас внимания не обратит. Никому вы там не нужны будете. Поэтому не торопитесь этого. Оцените то, что есть сегодня. И за все благодарите Бога. Так, ко мне какие есть вопросы? Что? У меня вопрос вот такой вот. У нас уже дети растут, и по причастию вроде как бы положено сперва дети, потом братья, потом сестры. Но уже девицы такие, высший братик. Вот у меня вопрос, какие, со скольки лет, например, девицы уже как бы с сестрами? Я полагаю, моя уже 12-летняя уже может... Ты ее в возрасту хочешь перевести? Ну, с сестрами после 12-летней. Но, Галя, у нас не Восток. Если вы жили на Востоке, то ее можно уже в замуж выдавать. Не то, чтобы переводить, а вот только к причастию подходить. Но у нас еще нет еще. У нас даже по закону нашему, российскому, считается, что паспорт 14 лет. 14 лет он уже как бы ответственный уголовно, так? Да. Да, до 14 лет его даже не судят. Поэтому давай хоть до 14 лет. Понимаю, мы достигли. Так, еще какие вопросы? Задай мне такую, пожалуйста. Да давайте. Батюшка, я хочу, чтобы вы сказали, чтобы вы сказали для братьев, которым вот я сказала, говорю, почему не исповедуешься? Почему? Он говорит, я недостоин. Я говорю, батюшка, вот будьте добры, повторите сегодня. Вы же говорили, что этим, если он говорит, недостоин, что говорит? Что недостойный исповедуешься? Да. Это может сказать только лукавый дьявол, что ты не кайся в грехах, ты недостоин каяться. Недостоин, скажем, подходить к причастию. Это другое дело. Я недостоин. То есть не эпитемию нужно понести, а исповедоваться, простите, это только лукавый может сказать. Ты согрешил? Ты не исповедуешься, ты недостойный исповедуешься. Живи во грехе. Живи так, живи. Ну, кто может сказать это? Это враг души человеческой, можно сказать. Одно, что, допустим, как крещение. Нет, я недостойный еще принять крещение. Я не приготовился, как должно еще к этому. Это другое дело. А исповедуешься? Да ты исповедуешься можешь всегда, когда... Представь, у тебя... Каждую неделю попал. Нагноение. Печень не дает тебе покоя. Сказать, иди, Людмила, к врачу. Ой, нет, я недостойный идти к врачу, я не пойду к врачу. Нога почернела, гангрена, иди. Я недостойный, нет, не пойду. Но кто-нибудь скажет так, нет? Что недостоин. Точно так же. А в духовном вопросе еще безумнее говорит, что я недостойный исповедоваться в грехах. Это еще безумнее. Потому что здесь тело, оно пойдет в прах. А душа вечно пойдет на суд. Поэтому кто так не может сказать. Это научает только он, противник души человеческой, может так научить душу говорить, что ты не ходи исповедоваться, ты недостойный исповедоваться. Не ходи, нельзя исповедоваться. А есть такие, я знаю, что где-то в монастырях даже, или просто даже есть кто небольшой. Там даже так, что исповедуются, каждую неделю исповедуются. Не причащаются каждая, но на исповедь идут. Идут поисповедоваться. Но не причастник, причастник не подготовился, не попастился. А грехи тяготят, идут поисповедоваться, чтобы облегчить свое душевное состояние. Так, еще какие вопросы? Вот у меня вопрос, батюшка, разъясните. Вот до Троицы земные поклоны не делаются, да? Тебе надо делать земные поклоны? Да мне нет. Нет. Я что-то запуталась. А кому? Ну вообще, мы не должны земные поклоны делать, да, до Троицы? Не должны, особенно в субботу и воскресенье в храме делать. В храме запрещается делать. А дома, келейно, ты можешь хоть когда-то. Можно делать, да. Но на Пасху, на пасхальной неделе здесь, конечно, и дома, значит, там и другое молитвенное правило, допустим, на пасхальной неделе. Все читается вместо утренних и вечерних молитв, читаются пасхальные часы. Только. Пасхальный час читается. Особая молитва слов. Поэтому о поклонах-то что тебе заботиться? Ты заботишься о том, Господи, дай мне силы дойти до храма. Да это я больно. Ну вот и все. А поклоны тебе уж что? Это уж не твое. Еще какие вопросы? Ну я уточнил их. Меня спросили, я уточнил. Так. Что правильно? Суббота и воскресенье в храме не делаются. Угу. В праздничные дни, в десятых праздниках. Ну и вот, как сказала, там до Вознесения, до отдания Пасхи. Задания Пасхи. Земные поклоны не делаются. Только в определенных случаях. Там вот предплащаницей мы кланяемся, перед святыми дарами кланяемся. Эти поклоны, они не отменяются. Вот так. Можно еще вопрос, батюшка, задать? Давай. Давай. Батюшка, вы... Как бы у нас... Вы у нас самый старший. Нет, старший у меня есть. В общем, нет, я понимаю, да. Духовно вы наш наставник, пастырь. Всех нас крестили. Ну ты ближе говори, давай. Ты мне не восхвалять. Как не восхвалять-то? Надо выделить же это все. Христос выделял. Так я... Кто такой-то, чтобы Христа не слушать? Я хотел сказать, вот у нас с братьями, которые к нам сейчас пришли, вот они молодежь, я считаю, это молодые братья. У нас с ними происходят некоторые диспуты. Я бы хотел, батюшка, чтобы вы этот диспут разрешили в положительную бы для нас сторону. У нас вот тут занятия после службы. И на этих занятиях мы разбираем Слово Божие. И мы как бы пытаемся им доказать, а они пытаются нам свое доказать, что занятия им очень нужны для спасения их душ. В конечном итоге. А они говорят, да нам достаточно совершенные богослужения. Потому что, ну видать, очень хорошо все ведется у нас. И нам, говорит, все понятно совершенно. Но мы начинаем с ними беседовать дальше и чувствуем, что не все они знают. И мы им говорим, оставайтесь с нами. Они все равно не остаются. Батюшка, вы можете, как старший, повлиять на братьев, чтобы младших, чтобы они остались хотя бы разочек на занятия. И просто своими глазами посмотрели, что это действительно полезно. Да. А, батюшка, пожалуйста. Полезно. Благословите. Занятия всегда полезны. На занятия я благословлю. Но, скажем, насильно мил не будешь, одно. Но наемник, это уже не работник, не пастырь. Наемник. Если нет к этому приезжания, ну давай, мы его будем так. Там где-нибудь наручник за трубой привяжем, пусть насидит на занятиях. Песятники так делают. Что-нибудь ему войдет или нет? Насильно нет. Здесь у нас добровольно. Занятия желают знать. Даже насильно, если он будет куда-то в школе насильно, ничего не будет. Он так будет стройки на двойку перебивать, и, наконец, будет. Ну да, должно быть. Ну, это же не сильно. Должна быть любовь к этому, чтобы познать что-то. Насильно нет. И я против, чтобы насильно закрывать дверью. Вот сейчас закроем, все на занятиях оставайтесь. Не надо этого делать. Даже на службу мы насильно никого. Мы говорим правила. Правило такое. Желаешь подчиняться этим правилам, что есть в церкви? Допустим, посещать воскресное служение. Шесть дней работы. А седьмой день посвяти Господу. Приди в храм. Храм, у нас, допустим, храм не такой, без золотого купола. Но это храм, потому что здесь совершается великое таинство. Евхаристия. Приносится бескровная жертва. Тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Это храм. Поэтому идем мы сюда не просто, а идем для чего? Чтобы здесь совершить молитву. Чтобы поговорить нам с нашим любимым Господом, который нас так любит, что отдал сына своего единородного, чтобы всякий верующий у него не погиб, но имел жизнь вечную. А мы на его любовь чем отвечаем? Да я не пойду в храм. Я пойду лучше где-то погуляю. Там хорошо время проведу. Не слушает, когда останавливают духовные наставники. Батюшка сам не слушает. А Господь, как любящий отец, Он любит нас. И Он останавливает. Другой раз. Останавливает. Раз остановил, потихоньку. Что-то там не вразумляет. Дальше еще сильнее останавливает. Оно просто ничего не случается. Просто так. Ты подумаешь, что случилось. Я не пошел сегодня в храм на службу. А со мной случилось что-то. Подумай, это случайно или нет? Да нет, не случайно. Случилось не случайно это. На будущее это возьми. И не только для себя, а для братьев своих. Для друзей скажи. Вот со мной было так. Я не пошел на службу со мной. Так случилось. Господь меня так остановил, вразумил. Поэтому вы не делайте. Принесите плоды покаяния. А плод покаяния это добродетель, сделанная обратной греху. Мне говорят, а как это так? Ну вот я, говорится, по глупости была неверующая. Делала такое, что вывела детей в очереди своем. То есть аборты делала. А как я могу этот грех исправить плоды? Останови своих дочерей с ног. Чтобы они не сделали этого безумия. Вот это будут твои плоды покаяния. Вот так вот. То есть сделай добродетель обратную греху. Так говорит святитель. Поэтому, брат, насильно ничего не будет здесь. Это будет лишняя трата и, говорится, протирание штанов. Про насилие как-то я даже стараюсь и не говорить. Да, конечно, не говорить. Нет, я просто про ваш дар речи и про ваш авторитет пасторя. Вот и все. Я за то, что желаю свободы. Мы потеряете. Нас совсем немного. Кто приходит на занятия, приходит, а кто не нуждается в этом. На занятия не нуждается. Он лучше это время где-то проведет в боли для него. К чему душа стремится, в том и проводит время. На занятия не приходит. Хотя мог бы и занятия проводить, мог бы занятия. Знаю, что есть какие-то к этому. Но нет этого. Ну а как, в селом что будешь? Раз-два сказал, видишь, что уже человек начинает, как бы сказать, и не слушать даже, ну, отвращаться этого. То не надо уже, в селом ничего не будет. Вот так вот. Поэтому, кто желает, оставайтесь. Занятия даже, может быть, сегодня ты подумаешь, что я ничего. Такого не может быть, чтобы читалось что-то из священного писания, и не было ничего полезного. Может, рассуждение Игорь скажет, что-то неполезное будет. Он, знаю, он увлечется, начнется одного, а перейдет на войну с Украиной, там, и дальше перейдет. Оно неполезное, казалось бы, это было. Но дальше-то, вы опять читаете из священного писания, опять рассуждаете, что-то, да все равно полезное найдешь. Курица вон залезет на ворох зерна, и лапами роет, роет, раз, клюнет где-то что-то найдет, опять пороет, опять клюнет где-то что-то. Там и то еще выбирает что-то на ворохе зерна, и что находит более для нее полезное, что-то. Так и вы останетесь все равно полезное что-то. Одно зернышко упадет, и уже оно даст росток. А если не было совсем ничего, ну ничего не будет. Ничего не будет. Вышел, пошел, ничего ты не слышал, ничего и не будет. Сам дома заниматься не будешь. Это уже 200% можно, а то и все тысячи положить. Не будешь дома заниматься один. Здесь хоть между собой беседы, какой-то диалог будете вести, что-то и будет полезно. Поэтому я, конечно, всем советую оставаться на занятиях. Еще бы я советовал вам. Вы большее время уделяли бы занятиям, чем вот это собрание. Не вести там, вот вы начинаете мировую обстановку, там где какие события. Где Путин, куда девался, сейчас будете обсуждать. Путина нету, потеряли Путина неделю, надо его искать где-то. На Украине что там бомбят, что-то. Вы на этом меньше уделяете внимания, а больше на занятия время. Тогда будет больше оставаться, что у вас. Еще какие вопросы? Все? Давай. Ну, я бы еще хотел вас попросить, чтобы вы посоветовали также людям после занятий выходить в мир грешный и прелюбодейный, потому что Христос сказал, «Кто постыдится Меня и слов Моих в мире всем прелюбодейным и грешным, того и я постыжусь исповедовать перед Отцом Моим Небесным». И на исповеди, батюшка, задавайте вопрос, стыдился ли слов ты Христа или нет? Если стыдился, ну, дальше все уже, христос, так нет. Он не стыдился, мне надо задавать, ты ходил или нет, скажу, с Сергеем на плавейство. Он скажет нет, я что-то буду сказать. Ах, раз ты не ходил с Сергеем, я тебе стыдился. Значит, стыдился, не надо батюшка здесь. Я серьезно говорю. Значит, стыдился, раз не ходил. Я серьезно не говорю. Я серьезно не говорю. Ну, вот я сегодня не пойду. с тобой по улице. Я что, стыдился? Стыдились. Может быть, стыдились. Может быть. Ну, надо побуждать как-то. Аминь. Ну, а как? У меня такое подозрение, что вы стыдитесь нас, или братьев, или слов Христа, или что, или кого-то там... Ну, объясните, почему тогда причина какая? Если не это. Я откуда знаю, почему. Я даже не знаю, конечно. Все хихили, посидели, отстояли с тобой, они ушли по домам, и все. Я не знаю, что даже тебе и сказать на это. По-серьезней, маленький. Слов не нахожу просто. Ну, вот. Не нахожу. Почему? Я не могу что-то даже тебе ответить. Вот, потому что... Я почему такой вопрос говорю? Я вот конкретно дети-дроботы. Я говорю, хотите с нами пойти? Хотим. К отцу. Отец. Вот, Игорь разговаривал. У меня аж душа вся. Все вот такие вот. Выпечил, все. Нет, запечатал, и все. Мои дети, мои дети. Так, что ты предлагаешь? Поговорить с ним. Вы как как... Ну, поговори с ним. Поговорите, потому что ваш авторитет. Вы священник, наш пастор. И мы вас просим, чтобы вы побуждали, потому что нас не слушают. Может быть, вас послушают. Помощью вас просим, батюшка. Вот и все. Я кому-то говорил, что не ходите на благовестие, или что-то? Да нет, конечно. Было против что-то, что благовестие? Ну, а вы кому-то говорили, чтобы побуждали. Ходите на благовестие. Вот, я просто прочую. Причем не ходить, еще бы вы говорили, чтобы не ходили на благовестие. Вы видите, чтобы на занятия все, а ты, чтобы все сегодня пошли на благовестие все пошли. Да, батюшка, не все, не нужно перелегивать. Если просто птичка готов умер, то все птички надо будет на благовестие. Брат, просто душа болит, и в Евангелии нужны помощники раздать. Я сказал, что мы знаем великих подвижников благочестия православных, которых церковь сегодня чествует как святых, молитвы своим посылает на помощь. И видим, что одни были благовестники, много обходили земли, и через них обращались многие народы иноплеменные, принимали веру христианскую. Другие благочестивые, но они не обходились только. Ведь чтобы даже благовестовать, это не просто сказать, чтобы идти, или просто пойти только по улице и раздать, и Евангелие раздать. На это не надо много мудрости пройти. Раздают, идешь по улице, идешь, в другой раз пройдешь, десять этих разных буклетов насобираешь, раздают. Стоят они в разное, там раздают. Чтобы благовестие, нужно иметь к этому и побуждение сердечное. Как-то сказал один протеерей, он покойный, его убили. Игнатий с ним знакомый был, отец Александр Мень. Сказали, что если бы дали в то время нам православным батюшкам, чтобы по радио, по телевизору, а он ответил, да нет, мы можем такого петуха там пустить, поэтому, что лучше не надо, давай. Поэтому и здесь, если нет к этому душевного расположения, любви к этому нет, она сильно знает, то такое она благовестствует. У нас были такие благовестники уже. Так такое она благовестствовали, что, не дай Бог. Был благовестник, который у нас единственный благовестник, который был, говорится, освобожденный, даже ему какую-то там плату делали за это. И что из этого получилось? По деревням ездил. Но ни разу мне отчет не дал. Я сказал, ну пиши хоть раз, был в этой деревне, дай мне отчет, о чем ты ввел беседу. Так я не мог этого. А потом что? А потом никуда. Забурил, забурил, и нет его нигде. Вот у тебя благовестник был, один был из таких у нас. Больше таких не было у нас, освобожденных благовестников. Поэтому и в деле благовестия здесь, во-первых, я так, что должна быть, любовь к этому, того, кто идет на это дело. А принуждением, как ты говоришь, что ты не ведешь, значит, ты уже все. Не любишь там ни Бога, ни что, ты вроде уже не христианин. Не принуждение, а побуждение. Это тоже не принуждение, то, что вы сказали. Это тоже не принуждение. Вон, адвокат, где у нас, он сейчас скажет, что это не принуждение. Идете, идете, идете. Кого-то ты с братья принуждения. Но если отказывает, то он не идет. Ну что ты его силом за собой поведешь, наверное. Не поведешь ты его силом на это, никак не поведешь. От этого толку не будет никакого, что он будет идти с тобой, как говорится, бычок на веревочке упираться. Какое от этого польза? Тебе даже будет это еще в тягости, и у тебя ничего не получится. Поэтому не надо здесь на это. И так судить не надо других, Сергей. Что если ты не делаешь, то ты уже просто суд выносишь. А, в конце этого, то ты вот и то-то. Ты меня не обидишь этим. Я поставлю на одно дело, а ты на другое. Ты исполняй свое дело, я свое должен исполнять, как должно. Я твое дело могу исполнить, может быть, похуже, чем ты, не так, как ты. А ты мое никак не исполнишь. В это не будем укорять, кто как делает. Своё дело. Исполняй свое дело с любовью. Бог тебе дал этот дар, благовествуй его, неси. Еще какие вопросы? Все? Все понятно. Ну ладно, все тогда. Я скажу, вечером выезжаем. Тает у вас, батюшка, Сирия. А Сирия уже подожди. Все застыло. Так, все. Брат, Сергей, тебе... Старайся быть скромнее, понимаешь? И тем более ты очень, на мой взгляд, поступаешь дерзко в отношениях, в священнику. Вы даешь конкретно ему инструкцию, как он должен поступать. Я просто в шоке от твоих слов. Нельзя так делать, как ты делаешь. Побереги себя, Сергей, просто побереги. Ты очень хороший человек, ты ревнуешь, но эту грань не надо переходить. Особенно вот в присутствии священнику такое. Подожди, брат. Мне дали то, что я буду вести. Ну, подожди, дай, мне дал слово батюшка, я поднял руку. Нет, я-то... Пусть наговорит. Пусть наговорит. А сейчас наговорит. Вы что? Это что такое? Я послушание исполняю. Меня Игнатий Тихонович с братьями попросили. Вначале я, вот он, ведущий. Батюшка, все, я говорил слово. Одну минуту я говорил, простите. А сейчас мы ему позволим говорить. Он все скажет нам. Все будет сказано. Разрешите, как вашему покорному слуге, вспомнить слово Божие. Вышел сеять или сеять? Разрешаю. И когда он сеял, то семена падали. Одно упало на каменистую почву. Второе упало при дороге. И птицы налетели и поклевали его. Третье упало. И выросла терния. И заглушило это семя. Колос, видать, рос, рос. И потом в тень попал. И оно завяло. И четвертое только семя упало, написано, на добрую почву. И когда взошел колос, то он дал 30, 60 и во 100 крат зерна. С этого и напитается человек. Это зерно, почему и получилось доброе, этот плод. Потому что он дал 30, 60 и 100. Господь не сказал сразу, что он дал все 100. Нет. Он дал 30, 60 и 100. Блаженный Феофилак у себя в полковании говорит. 100 крат, то есть на одно зернышко целых 100 зерен. Это монах, который отшельник, который молчун, который сидит далеко, глубоко и молится за весь мир. 60 крат. Это общежительный монах, который живет с другими братьями в монастыре. Вот как Зосима жил. О котором говорится в житее Марии Египетской. А 30 крат это человек, семейный написано, у которого жена, который просто мирянин, пашет там, сеет и в церковь ходит редко. На занятия вообще, наверное, не остается. Это понятно ему некогда. Все пашет и пашет, чтобы прокормить своих детишек. Но и написано, он может 30 крат принести. Поэтому то, что сказал брат Сергий, это все обыкновенное. Апостол Павел вообще сказал, горе мне, если я не благовествую. А апостол Павел имел Духа Святаго. Он 13 апостол. А будем так говорить, что по благовестию он первый. И он знал, что говорит. И все, когда мы читаем Слово Божие, если вы его читали и помните, 14 посланий апостола Павла. Когда он говорит о благовестии, то душа христианина, когда мы только подходили ко Христу, читали это. И я, вот у меня во всяком случае было так, вот бы быть не таким, как апостол Павел, а. А там много он написал. И в посте, и в гонениях от лжебратьев, и в гонениях от язычников, и на море, и на суше, и ночью, и днем везде на него гонения, гонения. А все равно читаешь, не смотришь на это и думаешь, вот бы быть, как апостол Павел. И проходит совсем немножко дней, ты попадаешь в общество православных людей и начинаешь постепенно засыпать. И душа засыпает, засыпает. Почему? А все хорошо. Мы пришли на службу, здесь мы встретились с Господом, помолились. А любящий нас Господь, опять открываем место в Писании, говорит, вышел сеятель сеять. Он ничего другого-то нам не говорит. Кто сеятель говорит? Это Христос. А вот плод, который падает, вот это семя, это слово его. Так, подождите, а сейчас нету Христа. Христос все отдал ученикам своим, апостолам. И их-то уже нету. Они передали все своим ученикам. Так, а кто их сейчас ученики? Вы себя каким ученикам бантусите? Община. Вы ученики Христовы? Тех апостолов ученики? Если вы их апостолы, вы должны теперь это семя разбрасывать-то, нести. И будете в 30, даже пускай будете в 15, о них не сказано. Ну понятно, раз уж дальше мы, а мы просто бабушки, мы ничего не можем. Или, а мы юноши, мы еще не семейные, мы так не умеем работать. Ну давайте хотя бы 15. Вот мне нравится песнопение, оно правда баптистское. И там для молодежи песнопение, это, цветущее племя. Как там начинается? Привет вам Христово, цветущее племя. Ну вот к нашим, вот я могу спеть для вас, но вы вот сядете, как вы это споете? А, привет. Как его нужно петь? Вы посмотрите, как баптисты поют. Они поют так, что чувствуешь, что они идут вперед. Они несут слово Божье. И там написано, идите навстречу уставшим бойцам, не страшитесь преград. Идите навстречу и будьте, подхватите знамя этого Христа, добродетели. Уставшим бойцам и не страшитесь преград. Цветите, растите, цветите там, плоды приносите и так далее. Время, племя молодое Иисуса Христа. Где племя молодое Иисуса Христа? Сестры, вы наоборот должны были брата поддержать, сказать... Его дерзости поддерживают. Простите меня в ресторане собрания. Нет, стоп, 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 стоп. Я слова ваши поддерживаю, но дерзости по отношению батюшки я никак не могу поддержать. Все я сказала. Зачем кричать-то так? Чему кричать-то? Подождите, давайте рассмотрим и слова брата. Брат встал и первое, что он попросил, спросил, есть ли такое, то есть стыд Иисуса Христа. Да он слова Христа сказал. Чего он без кого сказал? Раз. Сестра, он слова Христа сказал или не знаете эти слова Христа? Нет. Как не знаете? У него дерзость вбелась буквально. Подожди, стоп, 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 стоп. Вы что так кричите? Можно слово, Игорь? Можно слово? Подожди, дальше. Конечно, сейчас можно будет всем сказать. Я еще 15 минут даже не выговорю. Я и не буду 15 говорить, я сейчас заканчиваю. Потом, дальше. Вот то, что он сказал. Есть такая книжечка «Помощь кающемуся». Она православная книжка. И там все это написано. И написаны вопросы, которые задаются священникам, исповедующиеся ему человеку. И ты должен на них отвечать, правильно или нет. И там этот вопрос есть. В этом исповедальнике. И что такого? Ну, брат немного переборщил. Он надо было просто сказать, батюшка, вот там в исповедальнике есть такой вопрос. Можно задавать там или нет священникам? Или вы задаете или нет? Ну, он типа такого и сказал. Ну, немножко попрямее сказал. Ну, немножко попрямее. Что тут дерзкого? Это дерзновение, это не дерзновение. Ну, не надо нам тоже лапшу уже на уши ешать. Какая лапша? Ай-яй-яй. Какие разговоры. Мне сказал, а батюшке. Ой-ой, батюшка. Батюшка, он отлично за себя все рассказал. Где он обидел батюшку мне, скажите? Дай слово, Игорь. Ну, давай. Там вообще-то Игорь первый шел. Вот еще с чего все началось. Вы знаете, когда задумываешься над простым явлением, вот дерзновение, дерзость человек, проявляя к кому-то или к чему-то, вспоминаешь сразу, мы же опираемся на Библию, да? И вспоминаешь, самые простые слова Светхого Завета написаны. Бог возложил на каждого дело. А в чем оно? На каждую душу, рожденную на этой земле, Господь возложил дело. И каждый об этом знает. Чтобы веровать в того, кого Он послал. Так? Да. Это раз в Ветхом Завете, это в Новом. Ну, оно переходит в Новое, да, на более высокую ступень. Ну, детство, я не помню, о чем-то. А если говорить словами Библии, то мы должны помнить очень важный момент. Сережа, рассуждая, вдруг сказал очень странную фразу. А вы, батюшка, взял и сказал, постеснялись. А ведь в Библии говорится, тот, кто постесняется, когда? На суде уже. То есть часто в рассуждениях мы приводим суд. И забываем. А теперь вспомним библейские слова, которые сказал Христос. Если кто услышит слова Мои и не поверит, то я его не сужу. Ибо я пришел не судить, но спасти. Так вот, в рассуждениях такого рода, как Сережа, я понимаю его дежность, и слава Богу, и хорошо. Самое главное, что вот когда бы на суде, бы нам там оказаться, и вот там бы не постыдиться. Кричать-то мы можем многое. И кричим. А на самом деле, не перебивать, дай сказать до конца. Кричаем, кричаем. Поэтому и сестры наши так возмущаются и говорят. Им нужно немножко следить за своим языком. Когда мы разговариваем со старшим, тем более с батюшкой, который нас из миски сколыбили вытаскивал. А то, что призывает, ну что мы не знаем, вот эти все книги, все призывают, и Златоуст оттуда говорит, и призывает к проповеди, и все мы знаем. Но для каждой души батюшка об этом говорил. Есть время, когда нужно разбрасывать камни, когда собирать. Сегодня готов, не готов. Но всегда надо благовестовать. Но это не означает, что вот сейчас вот давай, как я, и все. Что, а если ты не так, то ты вот такой секоль. Понятное вот здесь знамение, слава Богу, чтобы он сохранил это. И все об этом знают. Чем это первый год, что ли? Лишь 20 с лишним лет, и мы все призываем на проповедь. Ходили, ходили, и будем ходить, и говорим. Вопрос только как, уже и форма меняется, и времена меняются, и все. Но самое главное, что я хочу сказать. Ведь когда мы говорим, у нас ведь не 10 заповедей, не 20, не тысячу. А всего лишь одна. А по ней проявляется, что этого и нет как раз. Почему? Да потому что вся любовь, которая есть к человеку, к ребенку, к родителям, к близкому, она выходит откуда, из ближнего откуда? К любви к Богу. А вот чаще мы любим ближнего, а Бога мы и забываем. Отсюда понятие, что мы не любим ни Бога, ни близкого. Отсюда и такие слова, отсюда такие речи. Почему? Да потому что, как говорит Господь, вы возьмите просто психологически, вот как вот человек, ну а что такое любовь? Что, не знаем, что ли мы об этом? Женщины, мужчины, братья. А говорится, вот я услышал первый раз, меня поразило, говорит. А вот как, говорит, мужчина к любовнице, а любовница к любовнику идет? Это я думаю, как мне так не понравилось. Как это так? Где такое? О чем ты вообще? Разъяснение стремления к Богу. Что такое любовь? В человеческом понимании. Давай без любовников. Давай невеста, жених. Да не перебивай. Это говорит о том, что человек начинает думать о том, кому хочет, к кому прилепляется душа. Там, где труп, там будут орлы, так? А прилепится твоя душа, куда ты стремишься? Только не к любовникам, а к любовницам. Да это просто сравнение простое, которое разъяснили, не перебивай. Имей, Игорь, разговаривать не перебивай. Я сейчас закончу все. Я хочу сказать простую вещь. Не любим мы Бога и не любим ближнего. Это не означает, что все время гладить надо по пошерсти. А я говорю о более глубоком. Почему? Потому что если ты знаешь любовь к Богу, тогда у тебя будет любовь к отцу, к сыну, к брату, к жене, к кому угодно. Потому что это всего лишь частность плоская, человеческая. И проявление духа. А мы об этом забываем. Вот о чем речь. И слава Богу, что Сергей же поднял, конечно, тело. Ну, была дерзость только. Поэтому сестры так и реагируют. Я все сказал. Спасибо, Христос, за слово предоставленное. Повторю, что я сказал Сергею, чтобы не было двойных толкований. Сергей и Игорь, и все, кто помогает, занимаются добрым делом, благим, который заповедовал нам Господь Иисус Христос. Распространяют Евангелие. Я сказал о том, что никогда нельзя заставлять, во-первых, людей это делать насильно. Я повторяю мысль, батюшки. И дерзко разговаривать со священником. Кто я такой, да? А ты кто такой? Я скажу так. Я сам прошел тысячи квартир вот с этим человеком, с Игорем Добуновым. Игорь Добунов это мой товарищ. У меня на сайте, сейчас я не помню, стоит песня «Товарищ». Вот. Это мой товарищ. Мы с ним прошли тысячи квартир. У него больные ноги. У меня друг. Вот. И провели, наверное, сотни бесед. Почему сотни? Потому что не все открывали, не везде. Я уж не знаю, сколько тысяч визиток было раздано. Но чтобы так заставлять кого-то и говорить, кто пойдет. Посмотрите, сколько здесь бабушки одни. Вот, проведи камеры. Молодежь? Куда? Молодежь еще. Вот. И сегодня, хоть у меня там была болезнь, температура, я с тобой сегодня пойду, чтобы опровергнуть. А пойдем с тобой бок о бок там или рядом или там. Ну, в твоей группе пойдем. Это первое. Второе. Отличается много молодежи. Молодежь не ходит на собрания. Молодежь не ходит на занятия. Для меня это скорбно. Я могу сказать, я не был такой молодежи. Хоть засвидетельствуют все. Я 20 лет в общине. И мне скорбно смотреть, что молодые люди не стремятся к Богу. Но это их воля. Но я хочу сказать не об этом. Я хочу сказать о взрослых членах церкви, которые не ходят систематически на собрания, не ходят систематически и пренебрегают их словами, пренебрегают. А что я там буду слушать? Эти слова доносятся до ушей наших, потому что территория небольшая. Сидят сейчас и годы, наверное, уже месяцы сидят в коридоре, проводят свои индивидуальные собрания. В то время, как проходит собрание здесь. Это делают взрослые члены церкви. Не ходят на занятия. И, естественно, я ни разу из этих, как вам говорю, не видел на благовестии. Об этом мы не говорим. Мы весь удар свой центрировали на молодежь. Я сказал, я не оправдываю нашу молодежь. Но почему мы не говорим о взрослых членах церкви, и молодежь, видя их поведение, взрослых членов церкви, скажет, да вы говорите, говорите там, бушуйте. Но мы-то видим, что делают взрослые. Вот ты, брат, подойди к члену церкви и скажи, почему ты не ходишь систематически на собрания, пренебрегаешь, ведешь свои собственные собрания. Ты же не можешь этого сказать. А молодежи ты скажешь, там, не буду называть имена. Любому подойдешь, скажешь, иди сюда, скажи, зачем. Так надо называть имена. Не обязательно. Зато ведь здесь у нас хоть и не церковь, но не обязательно. Кто знает, тот все поймет. Поэтому я не хочу, чтобы в нашей церкви было лицемерие. И двойные стандарты. К одним, одни стандарты к молодежи, а к другим другие стандарты. Если уж все на собрании, то все. И прежде всего взрослые должны показывать пример детям и молодежи. Если мы увещеваем наших детей и молодежь, чтобы они оставались на собрании, оставайтесь все до единого. Там, в том помещении, сидят не бабушки старые, которым дышать нечего. У нас были, у нас вот сидят. Там Александра Ивановна, вообще, я уж не знаю, сколько ей лет она живет, к сожалению. Очень старый человек сейчас лежит. Она до последнего сидела на собрании. Дышать, не дышать. А молодые люди в это время сидят и беседуют на разные темы. Вот это мое слово. И еще по поводу, еще один вопрос по поводу благовестия. Чтобы наши благовестники не унывали, что они одни. Вот это конспект, я в него записываю информацию разношерстную. И в ней хотел вам привести деятельность православной церкви, миссионерская деятельность православной церкви на сегодняшний день. Вот по распространению Евангелия в каждый дом. Вот мы ходим сейчас и распространяем Евангелие в каждый дом. Кто этим занимается? Я зашел на страницу этого сайта. Это не сайт, это страница ВКонтакте. Называется Евангелие в каждый дом. Каждый из вас, кто зарегистрирован в этой социальной сети, может зайти на эту страницу. Можете посмотреть объем розданных этих красных Евангелий. Всего было 260, было 296, потом я говорю, 290 папок. Всего я посчитал просто из крупных городов. Там очень много селений, городов, которых я даже просто и не знаю. Россия очень большая страна, 89 регионов. Я только насчитал 64 города, кто раздает. И тысячи Евангелий, которые распространяются по всему лицу России. Распространяются именно группами. Наша группа тоже входит в состав этого большого движения. Аминь. Аминь. Игнатий Иванович, слово вам. Слово. Слово. Ну и теперь последуем словам батюшки. У кого еще есть? Болящих, давайте вспомним наших. Нелли не пришла. Нелли не пришла, Нелли болею еще чуть-чуть. Татьяна Цингаева позвонила, что она просила болеть. И болен Николай Кручина у нас. А кто первый, я не понеслышал. Татья Цингаева. Татья Цингаева. Татья Цингаева, Цингаева больная. И еще немножко. У нас есть 16 пунктов церковной дисциплины. И 10 дополнительных. Кто? Леонида. Леонида. Атракалица. И 10 пунктов дополнительных. И значит у нас вот молодежь, они ходят в свитерах. Я хотел для всех напомнить, что свитер, это не для того, чтобы он был всегда наглухо застегнут. А для того, чтобы он был расстегнут, когда ты заходишь вначале. Для кого? Для исполнителей-наблюдателей. Я исполнитель-наблюдатель старший. Простите уж меня за такое высокомерие, казалось бы. Но оно прям стоит написано, у нас так и есть. Старший исполнитель-наблюдатель. Что такое исполнитель-наблюдатель? Еще у нас Николай Пальгуев, Виктор Андреевич Яковлев, Александра Михайловна и Анна Кручина. Это у сестер исполнители-наблюдатели. Они могут подойти и сделать замечание или какой-то совет. Не надо к ним относиться, как к врагам вообще верующих людей. Это просто исполнители-наблюдатели. Они записаны у нас, их выбрали. Если вы просто не были на тех собраниях, скажем, что это так, подтвердили. Так же это просто? Все. То, что я в старший попал, ну простите меня, Христа ради, ну так не повезло вам. Все. Я старший исполнитель-наблюдатель. Иногда бывает, что могу я как старший сделать? Ко мне подходит советоваться. А я иду советоваться, во-первых, к старости Игнатию Игнатию Лапкину и к батюшке. Но батюшку мы вообще стараемся оградить от всего этого. Потому что... Сестры, подождите чуть-чуть. Ну, потерпите меня, пожалуйста, Христа ради, чуть-чуть. Я для вашего же блага стараюсь, для вашей души. Это все нужно для людей. И теперь глядите, как получается. 16 пунктов дисциплины записано. Но иногда человек их как бы забывает. Вот исполнитель-наблюдатель обязан всегда помнить все 16 пунктов. Какой первый пункт у нас? Кто знает? Хором. Ага, все понятно. Торговли не должно быть. Все, дальше. И так далее. Это я вам сразу показал. Я как старший просто должен, обязан это знать. Ну, дальше перечислять не буду. Но хочу на одном пункте остановиться. Это... Вот о чем говорят, все любят говорить. Вот для чего все ходят в храм? Молиться. Батюшка об этом сказал. Мы пришли к нашему любимому Господу. Почему люди, которые к нам попадают сразу... И если они были только в Московской Патриархии, они сразу говорят, отличие необыкновенное. В чем? Тишина. И даже когда отец Иоанн приезжал, это потеряевки было, ну и все зашли, встали уже. А он в алтаре, и он сослужил батюшке. И он, говорит, когда вышел, потом рассказывал. Я, говорит, удивился. Я вышел, думаю, а что никого в храме-то нет? Открываю врата, о, народу полно. Он говорит, как так? У меня, говорит, если бы столько было народу, там гамму было бы. Шуму бы всякого. А тут и дети, и мал, и стар, и с палками, и кого только нет. И все, и тишина. Почему? Потому что вот это 16 пунктов дисциплины, они действуют на совесть верующего человека. И все это понимают у нас. Вот все, кто сейчас тут сидит, это все понимают. Почему? Потому что я вас знаю. Я вместе с вами стою, молюсь. И знаю, как вы можете стоять, затаив дыхание. Тому, кто-то в животе поурчит. Ну, бывает такое, потому что не есть, не пить нельзя же. Поэтому какие-то там химические процессы происходят. Это ничего страшного, не стесняйтесь. Это Господь показывает, что вы трудитесь. Но другое дело теперь, когда начинаются какие-то неприятности. Вот у нас вчера была такая неприятность. Какая? В чем она заключается? С сестрам написано, что не разговаривают даже шепотом. Господь апостол Павел призывает. Жены в церквах ваших молчат, да молчат. Но у нас есть дети. И дети неадекватно влияют на наших старших сестер. Не на братьев, на сестер. Они их так любят, этих детей, что не могут своего восторга сдержать душевного. И начинают с ними то разговаривать, то начинают с ними там обниматься. Я называю это обнимашечки. Начинают крутить их, вертеть этих детей. Что-то их там захватывать, перехватывать. Нашептывать им там на уши. И дети отвечают адекватно. Адекватно это значит точно так же. Начинают шептаться с родителями. И у нас получается, вот здесь уже накатываемся мы на наш же самый устав. Или даже больше на заповеди самого Христа. На слова апостола Павла, считай, как на заповеди Христа. Поэтому, вчера у нас такое было пререкание. Вот Надежда Васильевна, она решилась на это дело. Она вчера тоже самое сделала в очередной раз. И начала дальше пререкаться еще со мной. И громко кто-то это слышал. И даже, я хочу сказать, дома я от мамы получил по полной программе за то, что я дерзкий. И мы с тобой говорим оба дерзкие. Вот так я дерзко разговаривал почему-то с Надеждой Васильевной. Хотя я с ней не разговаривал. Я ей просто показал тише и показал, пожалуйста, молитесь. Вот так это я показываю, молитесь. А это тише, это все знают, правильно же. Но она решила мне ответить в храме. Я ее вызвал сюда. Она начала упираться. Мне пришлось применить силу. То есть я ее взял за рукав и вывел как маленького теленка вот сюда. И когда я сказал, стойте теперь здесь, а потом будем разговаривать со старостой. Я-то выйдем к старости, чтобы поговорить уже, что там такое происходит-то в душе, я не понимаю. И в этот момент она сказала, а вот вам всем. Вот так сказала. Пошла, взяла кофту и ушла. Это Господь ее в обуреваемое вытащил туда. И она там стояла и молилась обуреваемое. И пока она молилась, Господь коснулся ее сердца. Надежда Васильевна. Вот она сейчас скажет. Я хочу призвать всех вас к тому, чтобы вы обо мне помолились. Я считала, что уже все я за эти годы, 64-го года, как на этом пути, по милости Господней, и отвергла себя, и все, и все у меня благополучно в этом вопросе. Но обратите внимание, что когда коснется вот такое, мне так возмутило, что он вон вроде отсюда. И вот это меня настолько это потревожило. Я сказала, я говорю, вроде я никуда не пойду, иди сам. Такую дерзость я проявила. Страшно просто. Оказывается, во мне это жило и живет. А я уже думала, все, я от этого отверглась, я в хорошем состоянии. Прости меня, Господи. Так я хочу помолиться, чтобы вы помолились, вернее, о том, чтобы Господь освободил меня от дерзости. От этой гордости, потому что дерзость, надменность, это гордость, это страшная гордость во мне. И прошу, освободи, чтобы Господь меня от этого. Я здесь увидела, Господь мне показал. А я ушла не только туда. Я пошла домой. Пришла домой. Думаю, все. А когда я шла, никогда за зиму и за все годы, я ни разу не упала, по милости Господней. А здесь, как упала. И лежу, и молюсь. На небо все равно. Думаю, слава тебе, Господи. Вот это ты меня научил. В разуме, вразумил меня. А как я упала до токсина, думаю, ой, неужели там перелом у меня? Ой, нет, только боли, только зашиблась. Вот дьявол, где поставила ножку, не только здесь, но и там, на выходе. Помолилась я и лежу, и еще лежу, пока боль, думаю, пройдет. А уже замерзла, встала. Помаленечку поблагодарила Господа, помолилась и пошла. Хотела совсем не приходить, но нет, пришла. Я к концу уже записала еще проповедь батюшкину, помолилась. И подхожу к Игорю, еще во мне кипит. Я говорю, чего ты превозносишься своим, значит, вот этим, своим чином. С исполнечным наблюдателем. Да, превозносишься так вот, вон отсюда. А я, а он говорит, ты что? Я говорю, ой, какую я дерзость по отношению к тебе провела. И вообще, благодарю Господа, что Господь вразумил меня и дал. И я всех, кто будет смотреть, читать, я всех прошу помолить, чтобы Господь освободил от этого страшного греха гордости. Это страшно. Это страшно. Не забудьте, что в святое могли входить только священники. И стояли, вот в этом притворе стояли только женщины. Даже не притворе, а за притвором. А мужчины здесь стояли в притворе. Вот так вот было у Господа разделение такое. И оно сейчас в мусульманских странах и так далее. Но у нас совсем не так. Хотя у нас говорят, у нас сестер не любят. У нас очень любят сестер. Даже до такой степени, что даже слово сестра не упоминается нигде в Новом Завете. Нету такого, что сестры там, братья и сестры, даже не упоминают их. Почему? Очень бережен мы сестер, их внутреннее состояние. Потому что только скажи сестра, это как собачку по имени у нас, карамелька есть. Карамелька, она уже прибежала, все, уже здесь. Только сказал, сестра, все, сестра уже здесь сразу. А что тебе нужно? С сестрами ни в коем случае нельзя разговаривать или какие-то знаки делать в храме. Я могу даже какой-то научный трактат уже об этом написать. Поэтому, простите меня, сестры, иногда вот этот жест, то, что я показал, пойдемте, выйдемте, я показал. Я не сказал, вон отсюда, это здорово живешь. Так, жест. Ну, я понял, да, да, да. Это я все понял. И поэтому, когда я какие-то жесты делаю или там что-то вот такое, вы не думайте, что я говорю, ах ты такой, я тебя сейчас зарублю пополам. Там ты вот так, я просто говорю, нужно строго стоять и молиться. Вот я что говорю. Я не говорю, что я там выше тебя или там показал на погоны или еще что-нибудь. Это я, значит, говорю, что у тебя вот тут что-то неладно. Или что-то. То есть, не знаю, как еще обращаться. Я стараюсь вообще не обращаться. И редко это бывает. Поэтому, пожалейте, пожалуйста, исполнителей и наблюдателей. И давайте дальше жить так же с Господом в любви и дружбе друг к другу. Единомысленно и единодушно. Еще раз. Простите, Христа, надень. Еще маленькое вот скажу. В каком-то произведении, я не помню, Достоевского или Толстого о том, что когда он умирает, стал говорить, я не могу понять. Вот тот, тот называет по имени Божького произведения. Что он умрет, но я, нет, только не я, я не могу умирать. Это другие. Так это Толстой. У Толстого, да-да-да, рассказывай. Это только не я. И там же я вот, который, сейчас я. Правила все эти, знаете, мне кажется, что это ко всем сестрам, только не ко мне относится, чтобы не приголубить там кого, или не прикоснуться. Это к другим относится правила, а не ко мне. Ну да. Помолимся, так, все достойно есть. Песня. 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 Благодарим. Субтитры. нашим никогда не быть дерзкими, а только дерзновенными для побуждения и других наставлений, такими, как апостол Павел призывает быть учительными, приветливыми и все остальное, скротостью наставлять противников. Ни в коем случае, чтобы к нашим братьям, которые здесь вместе с нами молятся, мы не проявляли этого негодования какого-то своего. Помоги Господи нам. Все это убрать из нас, Господи, чтобы никогда мы не были такими, какими Ты не хочешь видеть нас. Слава Тебе за все, Отец, Сыны, Дух Святой. Аминь. Аминь. Соскучился? Ну еще лето впереди, даст Бог. Ты еще будешь не только скучать. Это сережина. Это такая миска синяя, да? А это нет, я не принесу. Я у меня в кармане был. А, вон она, мистер. Это под хлеб, под хлеб. Надежда, это... Аминь. Да, надежда.